Ресторан немецкой кухни Фрау-Ирма Ресторан немецкой кухни Фрау-Ирма – это уютное заведение, расположившееся в историческом центре Алматы, напротив Казахстанского немецкого университета. Атмосфера выдержана в традициях кнайпе – классических немецких пивных. Здесь по-домашнему уютно, и ничто не мешает наслаждаться общением, кругом близких людей. Во Фрау-Ирме с момента открытия уделяют особое внимание исконно-немецким блюдам, таким как свиная рулька айсбайен, колбаски, пирог в лампухе, морокол суп с копченой стойки. Одно из самых ярких блюд в кулинарных рецептах немцев Казахстана – это штрудли со свиными ребрышками и квашеной капустой. Сегодня мы расскажем и покажем, как это блюдо можно легко приготовить. Поможет нам в этом Виктор, шеф-повар первого кнайпа в Казахстане в Фрау-Ирме. Для приготовления немецкого шницеля нам понадобятся домашние яйца, буквально одну штуку, для одной порции будет более чем достаточно, оливковое масло, немного растительного для смазки в дальнейшем и растатки теста, сухие дрожжи, мелкая соль и, конечно же, сахар. Ну и самый основной ингредиент – это мука. Мука и минеральная вода. Итак, начинаем. Берем пол стакана воды. Я буду работать приблизительно глаз, поскольку я уже знаю, чего сколько нужно. Наливаем воду. Смешиваем для начала дрожжи и сахар, чтобы дрожжи начали работать. Чайная ложка сухих дрожжей. Столовая ложка сахара. И все это хорошо перемешиваем. Как только сухие дрожжи разошлись в воде, можем добавлять оставшиеся ингредиенты. Это соль, также чайная ложка. Две столовые ложки оливкового масла. Одно куриное яйцо. Все хорошо смешиваем еще раз. И начинаем добавлять муку. Небольшими порциями, потому что если добавим воду, тесто будет уже не таким укрогим. Смешиваем и смотрим на консистенцию. Нам нужна консистенция пельменного теста. У меня сейчас жидковато, добавлю еще немного. Итак, тесто у нас уже, в принципе, начинает схватываться. Я аккуратно его начинаю вымешивать. Собираю с краев и в центр. С краев и в центр. Тесто еще жидковато. Добавляем еще немного муки. Все хорошенько вымешиваю. Тесто уже становится более упругим и эластичным. Вот такое вот тесто у нас должно получиться. Упругое, эластичное и красивое визуально. Убираем тесто отстаиваться. Накроем его сейчас полотенцем и убираем на минут 40 отстояться. Тесто у нас уже готово. Мы его накрыли, убрали в сторону. Оно у нас отстаивается. Начинаем подготавливать основные ингредиенты. Это овощи, такие как лук, морковь, чеснок, ну и, соответственно, сами ребра. В нашем заведении мы готовим наш штрудель из запеченных, из томленных свиных ребер. С добавлением также сливочного масла. Ну и, соответственно, квашеная капуста. Ну и, в завершении, нотка весны, лета, это зелень, зеленый лук и петрушка. Начинаем нарезать лук. Лук режем крупным кубиком. Морковь нарезаем крупными дольками. Этого будет достаточно для одной порции. Кто любит, может добавить чуть больше. Чеснок раздавливаем. И также крупный его ножом, в хаотичном порядке. Пару зубчиков, думаю, будет достаточно. Также хаотично. Зелень. Порежем помельче. Петрушка можно положить вместе. Капуста у нас изначально квашеная, уже нарезана. Мы ее нарезать не будем. Нарезаем свиные ребра. Крупным куском. Поскольку они у нас уже, как я и говорил, тамленые. И если мы их нарежем чуть меньше, они у нас просто-напросто растворятся, и мы их не увидим. Как-то так. Закончили нарезать мясо. Все овощи у нас подготовлены. И приступаем непосредственно к приготовлению. В первую очередь наливаем растительное масло. Даем ему немного раскалиться. Добавляем 4 лок. Перемешиваем. Поскольку масло у нас расстанено, чтобы утром нарезанно прогариваться, то есть выгодится. Можно сразу же добавить морковь. Также перемешиваем. Два зубчика чеснока. Ну и, конечно же, сами ребра. Все хорошенько еще раз перемешиваем. Два зубчика чеснока. Два зубчика чеснока. Слегка присаливаем. Как у овощи получили свой вкус. Немного черного перца. При высоких температурах сахарской армелизой. И даст нашим ребрам замечательный зубчик. Овощи у нас уже поджарились. Добавляем квашевую капусту. Все разровняем. Аккуратно. И доливаем горячей водой. Вот и наливаем дрожжи из капуста. Чтобы слегка прикрыло наши ингредиенты. Кладем картофель. Картофель я не нарезаю. Потому что при подаче это будет своеобразная фишка. Будет, во-первых, красиво. Во-вторых, все оставшееся блюдо, основное блюдо, будет красиво и аккуратно лежать на картофеле. И закрываем этой же чашечкой. Минут 40, я думаю, будет достаточно. Так, ну что, наше тесто уже поднялось, как вы видите. Смазываем рабочую поверхность растительным маслом. Выкладываем тесто. Начинаем потихоньку протягивать. Прямоугольный пласт. Чтобы дальнейшую все равно срабатывать. Немного растянули. Теперь можем раскатывать. Не слишком толсто, не слишком тонко. Приблизительно полсантиметра толщиной. В принципе, достаточно. Внутреннюю часть смазываем так же маслом. Я подготовил немного жареного лука, который мы так же положим в его пудр. Небольшой секрет, фишка, так сказать, шеф-поварок. При обжаривании лука добавляйте немного сливочного масла. Лук будет намного вкуснее, нежели просто его жарить на обычном растителе. Ну, в принципе, раскатали, смазали. И, собственно говоря, можно заворачиваться. Кому как удобно. Кто-то скидает, кто-то скидает. Сворачиваем плотито. Как можно плотнее. Подминаем пальцы его внутрь. Сворачиваем. Ну, и его концовки можно просто защипить. Во время приготовления он у нас не раскрылся. Наш овлет готов. Можем нарезать. Приблизительная ширина где-то 2 см. Можно чуть больше, можно чуть толще, можно чуть больше. Кому как удобнее. Аккуратно. Поскольку у нас внутри масляная отцова, где-то может разваливаться. Открываем наш котелок. Осторожно. Сначала даем ввести пар, чтобы не обжечься. Такая красота у нас получается. И закладываем наши штруделя. Чем сверху, аккуратно, на расстоянии друг от друга. Поскольку у нас тесто дрожжевое, воздействие к температуре, они у нас разбухнут. Картошечку можно чуть-чуть подвинуть. Ну вот, как-то так. Добавляем пару кусочков сливочного масла. И половину части от нарезанной зелени. Накрываем снова. И оставляем так же еще минут на 25-30. Так, ну что, наше блюдо готово. Открываем. Осторожно так же даем выйти пару. Для начала снимаем наши штруделя. Выкладываем их пока что отдельно. Берем картофель. Кладем по краю тарелки. И выкладываем наше основное блюдо. Сыные ребрышки с капустом. Вот. Вишенка на торте. Добавляем штруделя. И просыпаем оставшись из зелени слева. Наш знаменитый немецкий штрудел готов. Добавляем штруделя. Добавляем штруделя. Субтитры подогнал «Симон»